Здравствуйте! В прямом эфире программа события новости большого города на Средней Волге вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер, главная тема выпуска. Сэкономить на подорожании. Расскажем, как изменится стоимость проезда в общественном транспорте и как при этом сберечь кошелек. Новые пластиковые окна уже в этом году и ремонт фасада весной следующего. 51-я Самарская школа дождалась перемен. Доработали все детали. Проект городского бюджета на 2020 год принят депутатами. 4 тонны праздника на склоне площади Славы приступили к монтажу каскадного светодинамического фонтана. Платить карты будет выгоднее. С 1 января стоимость проезда в общественном транспорте может увеличиться всего на рубль при условии безналичного расчета. Для тех, кто платит наличными, будет отдельный тариф. Вопрос о необходимости индексации стоимости проезда рассмотрели в городской администрации. Сформированные предложения традиционно сначала представили общественности. На рабочее совещание пригласили депутатов, представителей городской общественной палаты и Федерации профсоюзов Самарской области. Андрей Горгуленко изучил, в какую сумму обойдется проезд. Параллельно с инфляцией на 3,6%. Городские власти предлагают повысить тариф на проезд в общественном транспорте. В таком случае стоимость проезда будет 29 рублей при условии оплаты безналичным способом. А для тех, кто платит наличными, отдельный тариф – 32 рубля за билет. Эта мера позволит постепенно перейти к полной безналичной оплате проезда. Сейчас только треть пассажиров платят живыми деньгами. В основном это либо гости города, либо те, кто редко пользуется транспортом. Мы думаем, что в следующий как раз в году вот этот 35-процентный порог людей, которые сейчас ездят за наличный расчет, он постепенно будет переходить в безналичную зону. Тем более, что практически у всех граждан есть и транспортные карты, и банковские карты. И эти сервисы мы достаточно активно развиваем. На те же 3,6% увеличится и тариф безлимитной транспортной карты. Ее стоимость составит 1865 рублей. Пассажирам удобнее совершать неограниченное количество поездок в течение месяца. И чем больше их в месяц, тем дешевле одна. Например, при 90 поездках в месяц один билет обойдется немногим дороже 20 рублей. На 1 рубль планируется увеличить и стоимость разовой льготной поездки по карте школьника. По студенческой карте льготная поездка будет обходиться в 16 рублей. Безлимит оценят 800 рублей. Безналичный расчет не только улучшает работу всей банковской структуры. Это и уход от коррупции. Это быстрота обслуживания пассажиров. Понимаете, вот мы зашли, раз карту приложил, билет получил. Следующий. Это не надо сдачи давать, искать и так далее. Это все гораздо удобнее. Абсолютно убежден, что мы и впредь перейдем на эту систему в более масштабном варианте. Но что особенно важно, без изменений остается социальная карта для пенсионеров и льготников. Стоимость такой сезонки все так же будет 270 рублей. Кроме того, власти рассмотрят возможность адресной помощи социально незащищенных слоев населения. Будет обсуждаться вопрос о предоставлении бесплатного проезда детям из многодетных семей, которые не могут себе позволить частые поездки на спортивные или творческие занятия в центре дополнительного образования. Наше предложение, чтобы в заявительном характере, скажем, те, кто нуждаются из многодетных семей, обращаются в профильный департамент. Сейчас этот вопрос взят на проработку и получают транспортную карту специальную, адресную, которая позволяет передвигаться бесплатно на неограниченное количество поездок. Эти тарифы предлагается заморозить на ближайшие два года. Давайте мы рассматриваем вопрос о том, что тариф мы рассматриваем на два года. Последний раз стоимость проезда менялась 1 января 2019-го. Благодаря этому за минувший год удалось выделить деньги на увеличение заработной платы работникам ТТУ и погасить долги муниципального предприятия, увеличить автобусный парк, построить правый трамвайный поворот от 15-го микрорайона к Самаро-арене, что стало еще одним шагом к созданию у стадиона транспортно-пересадочного узла. Развивать эти направления продолжат и в 2020 году. Кроме того, обновят подвижной состав, запустят электробусы и закупят вагоны метро. Сегодняшнее заявление администрации о повышении тарифа на 1 рубль, оно практически выводит предприятие в будущем на безубыточную работу. Отмечено, что даже при условии индексации, цены на проезд в Самаре останутся одними из самых низких по сравнению с тарифами в других городах ПФО. После обсуждения с представителями общественности этот вопрос рассмотрят на городской тарифной комиссии. Андрей Горгуленко, Дмитрий Мешканцов. События. Новые окна, фасады и многое другое появятся в 51-й Самарской школе. Родительский комитет написал письмо о своих проблемах главе Самары Елене Лапушкиной и уже получил ответ. О том, когда школу ждет преображение, знает Сергей Кизоркин. Новые пластиковые окна в классах. Их поставят уже в этом месяце. Весной 2020 года отремонтируют и утеплят фасад. Такие перемены ждут 51-ю школу в поселке Рубежный. Родительский комитет и учителя написали о своих проблемах письмо главе города. Елена Лапушкина отреагировала моментально. В школу приехала комиссия городского департамента образования. Выводы сделаны однозначные. Школу нужно приводить в порядок. Ремонт должен быть комплексный, подход комплексный. И никогда не должен принимать руководитель учреждения самостоятельное решение. Потому что я считаю, здесь надо услышать все стороны образования участников образовательного процесса. И вот в данном образовательном учреждении мы приехали действительно с родительской общественной, с родительским комитетом, с администрацией школы. Мы обсудили, выявили те проблемы, которые существуют. В школе приведут в порядок системы отопления и канализации, да укомплектуют современным оборудованием столовую. Кроме того, подрядчик должен устранить недочеты, которые допустил при ремонте крыши. А еще у школы нет своего автобуса. Городские власти обещают помочь и в этом случае. Существуют проблемы, их нужно решать. И решение будет. Елена Борисовна уже сказала о том, что выделены средства, будут до нового года поставлены оконные блоки. Два года назад в школе отремонтировали актовые спортивные залы. В этом учебное заведение получит подарочный сертификат на приобретение мультимедийного комплекса, чтобы культурно-массовые и спортивные мероприятия проводились на высшем уровне. Родители не ожидали такого дорогого подарка. Наши потребности, в принципе, были услышаны. Спасибо нам. Надеюсь, будут сделаны фасады, оконные блоки, оборудованные классы. И наши дети будут получать достойное образование в стенах этой школы. Все этапы преображения 51-й школы определены. Городские и областные власти будут строго их контролировать. Сергей Кизоркин, Максим Гусев, События. Сохраняя социальную направленность, сегодня депутатами городской думы утвержден бюджет Самары на 2020 год. Главный финансовый документ приняли во втором чтении. Более половины из 18 миллиардов будут направлены на образование, социальную политику, транспорт, сферу ЖКХ, культуру и спорт. В цифрах разбирался Андрей Горгуленко. 18 миллиардов 60 миллионов рублей. Столько денег поступит в городскую казну Самары, столько и потратят в следующем году. Бюджет будет бездефицитным. При этом 15,5 миллиардов собственные средства города, остальное деньги вышестоящих бюджетов. Проект главного финансового документа города принят депутатами думы во втором и окончательном чтении. После первого чтения проект бюджета был отправлен на доработку. Добавили 47 миллионов рублей на капитальный ремонт образовательных учреждений, почти 20 миллионов рублей на организацию горячего питания школьников, которые находятся в трудной жизненной ситуации и учатся во вторую смену. Также несколько миллионов рублей добавили на медицинский осмотр работников бюджетной сферы и детей спортсменов, которые в этом нуждаются. Остальные предложения, взятые на контроле, будут включены в лист ожидания. В целом бюджет города сохранил свою социальную направленность. Основная доля расходов предусмотрена по таким направлениям, как образование, ремонт дорог, транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство, социальная поддержка отдельных категорий граждан. Общая сумма средств, которые на это потратят, составляет около 73% всех расходов бюджета. А это значит, что мы с вами в следующем году выполним больше, повысим зарплату, социальные пособия. Именно такие цели ставит перед нами президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Именно такие цели ставит и губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров. Я надеюсь, что и мы с вами с этими задачами тоже справимся. Почти один миллиард рублей запланировано на реализацию национальных проектов и федеральных программ. Так, по нацпроекту «Демография» предусмотрены деньги на строительство детских садов в Куйбышевском, Октябрьском, Промышленном и Кировском районах. Заложено финансирование на завершение строительства школы на 1200 мест в микрорайоне Новая Самара, которую уже начали возводить в августе этого года. По нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в следующем году начнется реконструкция улицы 22-го портсъезда. Продолжится реконструкция заводского шоссе. Деньги направят на социальные выплаты и льготы, оказание материальной помощи пенсионерам, инвалидам и ветеранам и переселение людей из аварийного жилья. Сегодня уже с утверждением бюджета могут формироваться конкурсные комиссии. И ничто не мешает по расходной части проводить конкурсные работы, торги и с началом сезонных работ начинать воплощать эту жизнь. Работа с бюджетом 2020 года не закончена. В дальнейшем документ будет дорабатываться, чтобы как можно оперативнее решать наиболее острые вопросы. Кроме того, ожидается традиционная поддержка из вышестоящих бюджетов. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События. Светящиеся снежки, пирамиды и волны, новогодние украшения весом в 4 тонны устанавливают на склоне площади Славы. Светодиодный фонтан получится не только красивым, но и энергоемким. Когда он засияет всеми новогодними цветами, знает Елена Малюцина. Сказочное убранство весом 4 тонны. Эту каскадную световую конструкцию привезли сюда три длинномера и один ЗИЛ. Пока задумка дизайнеров только воплощается в жизнь. Сотрудники Самара Горсвет монтируют металлический каркас. По нему будут спускаться алюминиевые конструкции в виде волн. На них установят светодиодные ленты длиной 200 метров. По словам специалистов, масштаб проекта поражает. Эта инсталляция одна из самых больших, которые когда-либо монтировали в городе. Более такой вот обширный, масштабный, более большой при установке. И это довольно сложно восстановить. Конструкция тяжелая. Но интересно, конечно, как это будет все выглядеть. Уже поскорее бы зажечь это все. Светящиеся снежки, пирамиды и волны придумали дизайнеры из Санкт-Петербурга. Фонтан получится не только красивым, но и энергоемким. Что соответствует требованиям программы «Умный город», который реализуется по национальному проекту «Жилье и городская среда». Несмотря на внушительные габариты, световой фонтан будет потреблять всего 300-400 ватт, как четыре лампы накаливания. Праздничным сиянием склон площади Славы озарится уже 15 декабря. Горожан такого не видели. По размеру он очень большой. Видите, он 200 с лишним метров длиной, шириной более 10 метров. И будет очень красивый. Пока это просто заснеженный склон. А в скором времени он превратится в сказочный сияющий дворец Снежной королевы. Вот такой светодинамический фонтан будет привлекать внимание горожан. Новогоднее настроение уже появилось у самарцев, которые внимательно следят за преображением города. Украшения создают праздничное настроение. Это приятно для жителей и гостей города. Я проезжала на трамвай после музея Лавина. Там тоже матрешка такая красивая стоит, снеговик на санках красивый. Все светящее создает хорошую атмосферу. Говорю, сейчас вот на деревьях светодиоды прям гулять хочется. Так что у нас вообще в самом деле молодцы. Площадь Куршу вообще молчу. Молодцы. Всеми новогодними цветами Самара засияет в ближайшее время. В большинстве районов города украшения уже смонтированы. На площади Куйбышева осталось собрать резиденцию Деда Мороза. После этого и там зажгут праздничные огни. Елена Малютина, Василий Колдашов. События. Когда каждый день праздник в Самаре презентовали календарь знаменательных дат на 2020 год. 47 страниц, которые напомнят каждому жителю о важных событиях истории. Издание подготовила общественная палата 63 региона. Календарь тиражом 2000 экземпляров будет передан во все учреждения сферы культуры и образования. Он послужит методическим пособием в проведении кривических мероприятий. Такой календарь уникален для Самары, говорят создатели. Почти каждый день связан с каким-нибудь знаковым для истории города юбилеем. Так, в следующем году областной суд отметит 150-летие, а коллективу «Синяя птица» исполнится 45 лет. Электронную версию издания можно найти на официальном сайте общественной палаты. Это наш вклад в формирование патриотической, краеведческой позиции всех жителей нашей родной области, а может быть гостей. Потому что очевидно, что когда речь идет о юбилее того или иного предприятия, когда речь идет о знаковом событии, то зачастую это касается многих жителей вообще всей Российской Федерации. Далее коротко о других событиях дня. Ремонт второй очереди заводского шоссе в Самаре стартовал досрочно. Также раньше намеченного плана приступили к обновлению улиц Победы, Старозагоры и проспекта Кирова от улицы Ветлянской до Кировского моста. Всего по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» начаты работы на 10 дорогах в Самарской области. Активно идет реконструкция трассы Тольятти-Ягодная в Ставропольском районе. Всего в следующем году в регионе приведут в порядок почти 240 километров магистралей. Из них 183 километра регионального значения, 43 дороги и улицы Самары, 15 километров Тольятти. Благодаря тому же нацпроекту 35-му году появится скоростная трасса Самара-Саратов-Волгоград-Краснодар. Сеть будет состоять из платных и бесплатных дорог федерального и регионального назначения. На развитие магистральной инфраструктуры планируют потратить более 6 триллионов рублей. Среди прочего планируется создание международного коридора Европа-Западный Китай, где предусмотрены ответвления в сторону Самары, Оренбурга до границы с Казахстаном, а также обходы 12 городов. В Самарской области прогнозируют мокрый снег и дождь, местами туман и гололед. В ночь на пятницу 6 декабря метеорологи обещают юго-западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду, с порывами до 15-18 метров в секунду. В ночные часы морозно, до минус 6 градусов, зато днем воздух прогреется до 2. Осадки задержатся, весь день мокрый снег и дождь. В субботу 7 декабря погода изменится, облачно и без осадков ночью. Столбик термометра опустится до минус 1-6, а на дорогах местами гололедится. В дневные часы потеплеет до 2 градусов, но на трассах все так же скользко. Просчитать риски, подобрать персонал, найти потенциальных клиентов и инвесторов – все это основные задачи для создания и развития успешного бизнеса. В Самаре прошел семинар для начинающих предпринимателей. Как реализовать свои идеи и открыть небольшое дело, которое будет приносить стабильный доход, знает Анатолий Головко. Анастасия пришла на семинар, чтобы узнать, как создать и успешно развивать свой бизнес. Девушка мечтает открыть небольшое предприятие по производству мебели. Для этого ей необходимы базовые знания, которые можно получить на тренинге. Данный семинар для меня интересен, чтобы понять, как работает все в сфере бизнеса. Интересно получить новые знания, которые пригодятся для дальнейшей своей работы. Интересно пообщаться со спикерами, которые тоже имеют большой опыт и практику в этом деле. Чтобы открыть свой бизнес и не прогореть на стартовом этапе, нужно действовать последовательно. Для этого начинающему коммерсанту необходимо придумать идею, проанализировать ситуацию на рынке, предугадать риски, изучить налоговую базу, а также найти потенциальных клиентов и инвесторов. Об этом и многом другом участникам семинара рассказали опытные наставники. Это рассказ о том, какие шаги необходимо сделать, чтобы открыть свое дело, как структурировать бизнес-идею, как написать бизнес-план, кто может помочь и дать денег, а кто может помочь советом, а кто может помочь советом, деньгами и другими доступными ресурсами. Вот обо всем этом мы сегодня и будем разговаривать. Организатором бизнес-семинаров, которые проходят практически ежедневно, выступает Департамент экономического развития, инвестиций и торговли, администрации городского округа Самара. Это стало возможно благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» и поддержке индивидуальной предпринимательской инициативы, которую инициировал президент России Владимир Путин. Не считая сегодняшний семинар, у нас осталось еще три семинара. Прийти к нам можно на Уридского, 19, бизнес-центр «Деловой мир», первый этаж. Зарегистрироваться можно на сайте правотерос.ру, либо по телефону 340-51. На следующих семинарах уже состоявшимся и начинающим бизнесменам расскажут о юридических аспектах предпринимательской деятельности, иностранных компаниях и валютном контроле. После лекции любой желающий сможет получить консультацию. Участие в тренингах бесплатное. Анатолий Головко, Константин Головин. События. Современные клиенты гостиниц и хостелов ориентируются на качественный сервис за разумные деньги. В Самаре прошел семинар о новых тенденциях на туристическом рынке. О них местным работникам этой индустрии рассказали московские и казанские эксперты. Семинар организовал Департамент экономического развития. Участие было бесплатным, занятия пришли более 160 человек. В программе семинара лекции о современных стандартах содержания гостиниц, практикумы для турменеджеров и работников общепита. Главный принцип, как говорят эксперты, сейчас номер, несмотря на цену, должен быть от иголочки. И даже в хостелах ортопедические матрасы – обычная практика. Также в гостиничном бизнесе востребованы цифровые технологии, потому как гаджеты позволяют упростить содержание гостиницы и сократить издержки. У города есть возможность предоставить организацию семинаров бесплатно. И этим охотно пользуются представители гостеприимства и туризм. Потому что наша цель – это повысить качество нашей сферы. Вновь приходящие поколения, они хотят получать качественную услугу за бюджетную цену. И это главная тенденция сегодняшнего рынка. Поэтому дешево не должно быть плохо. Отступать некуда. Позади Москва. 5 декабря 1941 года советские войска нанесли первое поражение нацистским захватчикам и перешли в контрнаступление в битве под Москвой. Сегодня прошла церемония возложения цветов к вечному огню, посвященная 78-й годовщине сражений за столицу. В 116-й Самарской школе провели традиционные уроки мужества. Андрей Горгуленко изучал страницы военной истории. Заслуженные ветераны боевых действий, действующие офицеры и совсем юные кадеты. Все поколения возлагают цветы к вечному огню и отдают честь воинам, павшим в сражении за Москву 78 лет назад. 5 декабря 1941 года началось контрнаступление советских войск в битве под столицей. Это имело не только огромное военное, но и международное значение. Впервые нацистские солдаты были побеждены на полях Второй мировой войны. В 1944 году была учреждена медаль за оборону Москвы, которой награждено более миллиона защитников города. В боях за столицу приняли участие воины всех регионов и республик бывшего Советского Союза. В Самарской области проживают 13 непосредственных участников битвы за Москву. Сегодня волонтеры поздравят каждого из них. Торжественные уроки мужества, посвященные битве за столицу, прошли традиционные в 116-й Самарской школе. Образовательное учреждение носит имя героя Советского Союза Ивана Панфилова, который руководил военной операцией под Москвой. Ветераны Великой Отечественной войны рассказывали ученикам о трудностях и лишениях того времени. Читали письма с фронта и делились своими воспоминаниями. Жизнь была нелегкая, очень тяжелая и для стариков, и для молодежи, и для малышей в том числе. Потому что все было нужно для фронта, все для победы. А завершился торжественный вечер концертом. Школьники исполнили свои творческие номера, посвященные Великой Отечественной войне. Андрей Горгуленко, Елена Нижегородцева, Николай Епифанов, Григорий Плешаков. События. Самарский парад памяти, который прошел 7 ноября на площади Куйбышева, стал примером лучшей организации патриотической акции в стране. Как готовились к такому важному событию, расскажет Мария Левина. Главное патриотическое событие года – парад памяти, который прошел 7 ноября на площади Куйбышева. Впервые в нем приняли участие юные горожане, а также гости из других регионов. Пермь, Москва, Санкт-Петербург. Патриоты из разных частей страны собрались на главной площади Самары. Ответственно готовились к параду и юнормейцы. В области их 30 тысяч, и каждый десятый маршировал в тот день в строю. Так выделили тех, кто хорошо учился и занимался спортом. Естественно, попасть в парадный расчет – это честь, дети стремятся. Для этого кому-то пришлось потянуть учебу, кому-то пришлось забросить похождение на улицу или сидение в компьютере. Перед парадом юные патриоты провели мини-шествие перед домами ветеранов Великой Отечественной войны. По состоянию здоровья не все из них смогли прийти на площадь Куйбышева 7 ноября. Эти ветераны готовились, я уже сегодня говорил, они неделю к этому готовились. Пекли пирожки, готовили альбомы, готовили свои истории жизненного пути. Это очень важно, это из первых уст. Мы с вами уже вышли на мировой уровень. Наш парад является примером в других регионах, как надо проводить патриотическую работу, воспитательную работу с молодежью. Работать с молодежью важно и для самих ветеранов. Без них не обходится практически ни одна патриотическая акция в городе. Только уроков мужества проходит порядка 500 в год. Когда ветераны с ними разговаривают, то они разговаривают с человеком из истории. Потому что с ними разговаривают участники боевых действий Великой Отечественной войны. Курская битва, Саленградская битва, блокадники Ленинграда. Это те люди, которые на себе перенесли вот эти все тяготы и лишения. И поэтому молодежь воспринимает очень здорово. И даже после выступления некоторых из детей слез на глазах. Впереди много важных задач. Ведь в следующем году будут отмечать 75-летие Великой Победы. Совместная работа ветеранов и молодежи в подготовке к такой знаменательной дате является ключевым моментом. Мария Левина, Константин Головин. События. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на Ютьюбе превысило 23 миллиона. Смотрите передачи «Саморогист» на нашем сайте, в его мобильной версии, а также на Ютьюбе. Удачи вам. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!